Вместо сказочных саней с запряженными оленями в видном Деда Мороза используют Мороза Лейбус. Он тоже рогатый, только вмещает больше пассажиров. И все равно всех желающих волшебный транспорт не вместил. Но и снаружи в окружении еще десятка Дедов Морозов и Снегурочек было шумно и весело. Билы наши ёрочки, каждый корешок. Зима в полной мере не спешит вступать в свои права. На улице уже холодно, а снега еще нет. Но даже это не стало помехой для тех, кто решил встретить последний и самый сказочный месяц года. Тем более, что один из Дедов Морозов уверен, скоро наступит настоящая зима. Настроение у меня праздничное, потому что снежок мы сейчас закажем, в небесную канцелярию отпишем. И снежок обязательно к Новому году будет для всех. Новый год принято связывать с верой в чудеса. А вот чтобы в них поверить, нужно обрести новогоднее настроение. Одна из Снегурочек с помощью небольшого мешочка предлагала узнать, что ждет каждого в Новом году. Давайте я попробую, посмотрим. Так. Если в хлебе вам попадется инородное тело, знайте, это на счастье. Интересно, а к чему это вот? Что бы ни произошло, это счастье. В традиционном параде приняло участие около 50 Дедов Морозов и Снегурочек, еще столько же детей и их родителей. От Советской площади большая группа отправилась к кинотеатру «Искра», где расположена главная видновская елка. Как войнешь за порог, всюду гинит, а из окон порог синий-синий. Готовься они летом, а письмо Деду Морозу к декабрю. Среди юных участников шествия есть такие, кто уже запечатал конверт со своими пожеланиями. Конечно же, не без помощи родителей. Папа помогал. О, а как папа помогал? Он мне говорил, что он не мог, а я писала. Более 500 человек собрала елка возле кинотеатра «Искра». Здесь первыми в городе зажглись елочные огни. С наступлением зимы жителей поздравил первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков. Дорогие друзья, я вас разрешите от имени главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венстрия поздравляю с первым днем зимы. Хочу вам всем пожелать прекрасного настроения, мир вашему дому. Тем временем во всех парках Видного также зажигались елочные огни. В Расторгуевском вместе с Дедом Морозом встретили зиму около 200 человек. Раз, два, три! Светом сказочным! Гори! Ура! В усадьбе Тимохова-Саласкина собралось около 150 человек. Там огни зажглись после игровой программы. Раз, два, три! Гори! Самая дальняя точка встречи зимы в городе находилась в шестом микрорайоне на улице Фокина. Там собралось более 100 человек, которые приняли участие в играх, водили хоровод и смотрели выступления народных коллективов. Новогоднее настроение уже постепенно появляется, однако многие сетуют на нехватку главного атрибута зимы. Ждем снег. Нам не хватает снега для новогоднего полноценного настроения. Жители встретили бесснежную зиму весело и с улыбкой, тем самым еще немного приблизив себя к новогоднему чуду. Ну а по прогнозам синоптиков первый снегопад состоится уже на этой неделе. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.